так чуваки всем доброе утро топ теме сейчас 5 23 23 ноября и хочу сразу для для начала поделиться координатами а именно в том теме запишите координаты я думаю будет видно не должно отсвечивать продиктую 42 . 132 71 12 . 600 149 значит что-то у нас такое давайте так час я покажу еще что-то у нас такой этот мы здесь вот стоим это выезд из рима а вот дальше уже один пошла по верху в сторону флоренции но мы поле пойдем флоренция направо в сторону неаполя это мы получаться типово суда как бы на рим повернули короче мы съем ну получается я я по моему пути я не доехал до 1 а получается с веса один так тут на пару километров съехать но в чем прикол вчера чисто случайно сюда залетел закрыл на 13 00 смену и стал уже как сказать не выбрал место не было времени даже рассмотреться как стать мог я стал чуть чуть неправильно но все равно нормально как бы чисто паркинг чистый видите он везде он мусорные эти корзины освещенный обошел ничего тут блять никаких там он с той стороны ну к чему и душу олак я остановился в 18 00 вот в этой линейке вот смотрите сейчас вот там еще еще места есть то есть тут было блять три машины стояла на всему на всем вот этом промежутке сейчас я вам покажу вот так вот здесь стояла ровно три машины 18 00 я смену закрыл если и сейчас он там еще места есть он видели это 5 утра еще места есть и и тут можно стать одну пред для легковых но тут никого не было но тут выезд есть нормальный вот здесь вот но почему это у меня времени не было я хотел закрыться на 13 часов на 13 часах вот так вот он выглядит этот паркинг и мне не было времени рассмотреться как лучше стать она потом я когда уже закрыл смену я тут прошелся по нему посмотрел так вот можно было или рядом с этими бензовозами стать тут место было бензовозов двух этих не было тут два рифа стояла либо он там где вот дальняя машина стоит там наша машина с нашей фирмы стояла чисто случайно я прошелся и машина наша стоит а и здесь вот зона как раз интернет хава но смысле ловит из заправки беспроблемно то есть если здесь остановиться то еще и интернет лапает так сказать вот но я сейчас наверно сейчас останусь тут есть стекла блять протереть вот так вот остановимся и заодно наверно подожди отсюда он он дальше есть и стекло можно протереть и и канистру мне надо набрать воды потому что углу воды уже почти нету блять почти сейчас остановимся что-то машина нету блять так чуваки хотел бы продолжить короче говоря это остановился здесь ради чего ради окна помыть там и там потом вход в туалет и с правой стороны зеленый такой писюн висит то кран короче в канистру воды можно набрать потом тут салфетки есть это для окон это швабра есть плюс бумажные салфетки лежат можно короче взять и окна попротирать на сухо зеркала как я сделал короче для улучшения видите качество контентом и пока тут некоторые спятого роман валерьевич в 541 улучшает контент качество вот ну и по поводу то это еще раз покажу на всяк случай дабы не было нюансов не стоит когда ты роман нажималась не так это вот вот так вот это выглядит значит лучшее место на этой станции это вот здесь вот стать короче и на виду и как бы типа не в общей этой не в общей как его вы поняли ела дни в елочке ну типа вот так вот 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 здесь раз вот под этим этим фонарем вот то так вот и к и мусорки вы рядом с вами и здесь интернет нормально ловит здесь можно сидеть без халявным интернетом таком плане ну как видите паркинг в 5 часов пустой но он такой же еще блять был более пустой вот в 6 часов вечера вообще блять пустой был а перед этим я во флоренции в 6 часов заезжал на паркинг блять еле нашел нору для для себя как бы залезть на этот паркинг ну в смысле я залезну а близко к автобану было шумно как бы блять чашки мои начинают они по это бутылки блять сверху даже прикупил чего лент война 2 2 бутылки литровая я так думаю домой я хочу забрать его в ящик в этот бумажный картонный из-под пива поставил там где раньше было пиво французская ваша не который брал гляньте у меня свет тут вы видите что у меня свет включенный блять вот так и я его вижу блять это у меня я еду с включенным ближним светом чтобы было понятно на бегемоте так рома рома да превысили мы превысили телепассы ну так вот чухаем окна протёрли глаза протёрли так что моя подруга молчит блять конец смены так она блять разговариваться но не хочет ну вот грубо говоря сейчас он два километра показывает и выезд на первый автобан чтобы было понятно что ну давайте сейчас хоть по темноте бля тут нихуя конечно не видно блять будет но выезд на первый автобан выйдем это мы еще не на автобане один сторону фиренца пишет флоренции я для для чего это говорю помните вам показывал паркинг между тренда и между миланом посередине брешия вот на которой я приезжаю постоянно там сам стою в этот момент блять паркинги на самой дороге на автобане блять в хлам забитые то есть туда нет не засунешься никаким образом от а съезжаешь дороги там полтора-два километра и стоишь сам себе и с удобствами и сто летом там из без с водой и так далее с городом блять который можно выйти блять с автобана ты хуй куда выскочишь блять там больше сидеть как этот обезьяна в клетке мне вот я я понимаю сейчас нихуя не видно но но ради понимания общей ситуации вода плескается набрал этот в канистру но вода я не спрашивал я так думаю что тут она не питьевая но как бы я в конец у меня питьевая есть бутылка но да это так чисто руки помыть может быть для посуды зубы почистить но и вот тут съезд указательно автобан ференце 60 метров роман валерич вот гляньте на качество ближнего света вот как можно ехать а вот это противотуманки включая смотрите как противотуманки светят чтобы было понятно и от свет для ближней а а дальний вот чтобы это было понятно и вот так вот ездить блядь на этом бегемоте ночами блядок тут у меня зрение блядь сколько упадет хлам этот этот зиму отъездит на этом бегемоте нормально по спа вот знаете как сказать вчера такой заебаный блядь был нахер блядь плюс этого туда же вы видели в какие корче я заперся в рим вот как выгружался так и загружался в таких же корчак и потом же надо было выехать из этих корчей бы вот таком плане но пока выехал с этими пробками блядь и это у меня то время есть меня еще до сегодня же у нас пятница а у меня еще ну благодаря вчерашним потому что закрыл на 13 часах блять на 13 получается я в 601 я в 501 открыл смену вчера утром в 18 00 закрыл за одну минуту получается но но для таха считать как 13 часов ну все мы уже смотрите один соответственно мы выехали от сторону флоренции вот так же самое можно съехать эти два километра но сейчас вот если будет паркинг вот здесь вот мы сейчас заедем туда на этот паркинг и я вам просто покажу покажу состояние в это время паркинга на дороге короче говоря пока сейчас выключаю потому что темно нихуя не пойми не поймаешь в виде изображения до ближайшего паркинга я вам покажу состояние этих паркинга так чуваки гляньте как у нас разбушевался ураган мы все едем на марсель вот у нас время подходит видите 4 07 управление я надо паузу сделать 45 минут и по-моему на этом паркинге я когда-то ночевал не такие а я по-моему он да 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 похоже похоже такой понравился мне в плане ночевки тихо спокойно вот здесь дегертековская машина стоит там и мы стояли вот 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 прям вот так вот шикарное место рекомендую для паркинга в плане на ночь тихо туалет ночной такой беспроблемный трохи подровняется совсем по красоте станет засмеют пацаны гертековские скажу то блин приехал поляк в пупу пуп с первого раза не стал до вот так стоим единственный тут минус я конечно стал я стал именно в этом месте блять уклон сильный я честно говоря хотел бы печку поставить вкусным блять смысле воды закипятить чайник блять ну ладно пусть не так паузу делаем как бы вот здесь колейка есть а потом может вот эту заправку так объехать и на выезд туда идет последний такой грибочек буквой т стоит и там вот с левой стороны тоже можно стоять и здесь вот дорога вот где кемпери нарисованы там по левой стороне тоже место ездят для стоянки как бы нравится мне в этом месте ну красиво красиво так природа красивая горненький ебошек вот я под впечатлением от этого места скажем так пойдем подписываем туалет пообедаем генуя объезд моста который обрушился ну я как бы сначала как бы не снял а тут вот смотрите тут столпотворение тут где-то где-то в этом районе я там дальше буквально прямо попиздил вдоль набережной скорее всего что я именно там заблудился но смысле как заблудился по набережной пошел по красивым местам и дворенький сука не могу нихуя сделать пищат блять суки чистое стекло и и смазываю этой штукой думаю можем меньше будут но ни хрена не могу пищать суки так чем загрузимся в туннельку выйдем из нее и включимся зацените ну в этом уже туннельчик и были с этим выездом сразу с таким резким подъемом наша гребется буксует буксует держитесь сюда шутки они вот сюда вот это я теперь понял где где я тогда пролетел сюда этого поворота и как бы не заметил в смысле я уже понял где ошибся в прошлый раз я прямо полетел по набережной теперь понял но там дорога посимпатичнее будет чем здесь баба я все какой-то тут такое страшненькая шабли один мост уже упал и тут для думаешь когда на по сути как-то гребется смотрите срабатывает ребят а наш бегемот в гору я представляю что тут зимой может твориться так с дворниками бог смотрите какие дома как свечки такие интересные так что видите один поворотик проебал такой невзрачным и полетел по самарахи курортной зоне в ли так вам а те оттуда еще блять не проебать бы момент 300 метров держаться правее блять что люди давайте проверим давайте проверим через 300 метров держитесь правее через 900 метров держитесь правее о блять дирижабль сейчас запустим сюда грузовикам запрещено видите винти миглия винти миглию это чтобы было понятно это мы крутили по генуи для чего? для того, чтобы этот мозжик который обвалился он же сейчас еще не рабочий в данный момент блядь, тут такие кодолки байотбины нет, это нам его надо объезжать по этому городу ради чего? вы превышаете допустимую скорость ради того, чтобы выехать опять на первый автобан ради этого мы и делаем такие зигзуги вот погода сегодня видите, как бы вообще не радует дождь идет блядь, мне в 5.15 сегодня стартанул блядь, но спать хочется целый день хотя блядь 11 часов нормального сна на нормальном паркинге спал как убитый блядь спал от усталости реально паркинг хороший, тишина блядь, как бы так сны хорошие снились так, это у нас кто тут на отдых стал расито заехал, наверное, в Гену и не хватило времени выскочить от деда ба-бах и не проложить куда ложить, блядь начинает уже мутить вот сучка, блядь уже перепрокладывает она, блядь о, начинается, блядь сейчас начнем, блядь, путаться с этими перепрокладками вот сучка все же было нормально проедем 7,1 км проедем короче, оба мы хороши яйцет яйцет 20,1 км 20,1 км 20,1 км 20,1 км так ну что прямо едем мы не заезжаем в гену на набережье не ну тогда такой красивой дороге да еще же погода сейчас бы если поехал общение не тот выбрать был этот шик от блять в прошлый раз ебать как погода сон туристы и рома блять печет по набережной помните так вот не блять у нас выезд на автобан 5 километров до него чуть пиздеха кстати еще удивился что это видите движение вообще блять смысле ну как сказать пробка вообще маленькая там я бы сказал бы она незначительно буквально таки перед перед мостом после перед и перед тоннелькой после которого светофор блять с такой на горе с левым поворотом а там нет проехались вообще без остановки носить это сегодня пятница пятница ну еще не конец рабочего дня еще обедут 13 30 плане но я сейчас себе мы же на марсель едем и у меня мысли какие в голове я там себе наметил на границе паркинг такой как бы и он почему-то блять не высвечивается у меня в этом именно как паркинг то есть когда я ищу его как паркинг у меня почему-то не показываются вдоль дороги типа но на итальянской стороне смысле на короче на итальянской части почему потому что хочу 45 точку крутануть 45 точку и чтобы она получилась в италии но все равно карточку вытягивать буду блять одно но еще не имею выгрузка у меня ума в самом марселе на понедельник на 26 ноября сегодня пятница вот и я еще пока плана не имею на понедельник то есть то есть до 4 часов офис работает если офис не сбросит задание какого-то такого срочного что там может времени не хватить например из-за того что я не доеду до франции до марселя например я там не доеду образно говоря там 200 километров так вот если эти 200 километров будут там иметь большое значение сука значит придется въезжать во францию там либо уже сорок пятку прерывать чтобы она не получилась искусственно либо на свой страх и риск с вытянутой карточкой мы я кстати жену попросил сбросил ей этот адрес выгрузки арю свободно дома договорил блять посмотри мне какие-то хостел и в марселе так она мне за пять минут нашла посты ларит самый дешевый но типа недалеко там через 35 километров от от моей выгрузки только не хостел а типах отель так и не поверите 2 но получается субботы по понедельник по утро субботы по понедельник тысячу по 474 гривны короче тысячу гривен там без 50 даже тысячу гривен вы поняли суббота воскресенье и утром понедельник выселиться тысячи гривен ну вот опять таки был бы я уверен и знал бы я нормальный паркинг где можно запаркинется на нормальном смысле как и нормальный безопасные для для машины для вещей потому что игру же для под пломбой тяну блять шампунь блять как бы тоже не дешевая штука блять 23 тонны шампуня блять представьте цену блять и этого груза и он же ликвидный для черная хоть помоется нафер так и куда нам теперь салона левее восемьсот метров ну так вот к чему веду что был бы паркинг вот кинул бы машину вот вытянул бы карточкой попиздил был отель и все и паузу 45 куза басал бы блять почти но не почти а в самом марселе мне сегодня времени конечно не хватит управления дом марселя до самого марселя доехать но но в принципе если до завтра крутануть паузу тут там девятку либо одиннадцатку и и завтра там доехать какие-то может 100-200 километров так одессе все правильно видите чуть-чуть покрутились по генуи но теперь а теперь я уже знаю видите этот ошибку блять прошлое серия но поворотик такой я бы не сказал что туда для фур поворотик она так сказала правильно держите справедливая навигация правильно сказала я наверно тогда все-таки понял и и по-другому тот момент скажем так я бы честно я не против ли я в самом марселе никогда в жизни не был а там я посмотрел у меня выгрузка так как бы ну глядят от набережной на общий пиздец там уже в пил в пешем поэтому план плане достижения пешком можно дойти неплохо было бы ну все тоже это мы уже на автобане вот пишет на 10 и он виду нету только у нас из этих дырок который как бы почти нихуя не видно ладно едем короче дали дали впечатление еще будут заценить не виду ну да и здесь прицепи тоже кармалек гелы Блин, другая еще такая сута, блядь, машина аж тут и сады торгает. Красиво, да. Опять вновь загружаемся. Очередной видун. А, Сан Рэмо, зацените, нахождите. Сан Рэмо. Помните фестиваль? Это музыкальный фестиваль. Это еще в Советском Союзе. Я помню, даже некоторые сюда ездили. Вот набор и дом. Опять тарах. Пейзажик. Заценяйте. Снимаю кепку, гулять, было на дорогу смотреть. Вы пейзажик любуетесь. И дорога, в принципе. Боковой пейзаж вот такой вот. Это еще все с Сан Рэмо. Сумасли, такой гладочек, я так понял, вдоль мора, вдоль моря вытянутый. Уже 5 километров 10 едем. Никак не кончается. Опять туннелька. Туннелька, туннелька. Как я говорю, на них норы. Так, ну короче, нам тут километров, наверное, 15 остается до паркинга. У меня уже сомнения в этом паркинге в плане того, что он мне нужен либо не нужен, блядь. Короче, пришло задание, сука, на понедельник, блядь. И я чувствую по адресу и по этому, что это будут те злоебучие биг-бэги, блядь, после которых у меня два колеса в ебали в Голландии, там в районе Зволя, блядь. Нет, на этом, блядь, опять в заводе конченном, блядь. Но там хуй с ним я уже готов, блядь, вытерпеть эти, блядь, муки с документами, там и с загрузкой, с этой, с крепежом, блядь. Но там с этим грузом, блядь, серпантин, который вы не весь видели, так как я его, блядь, в темное время суток ехал, сука. Если его там, блядь, а его придется опять вечером брать, блядь, то есть в темное время суток. Но я уже, блядь, честно говоря, даже рисковать не хочу тут, блядь, ехать, нафиг, в темное время суток, блядь. Короче говоря, не поперло, блядь. А я думаю, по адресу я точно сейчас не могу, не хочу в навигации этом рыться там, смотреть, но я, блядь, чувствую, что это оно, блядь. Чувствую, что будет оно, блядь. Так, вот это что за выскочки две выскочили, блядь. Ну, блядь, пацанов, паркинг, конечно, с видом, с охуенным. Шикарный, я бы сказал бы. На таком стоит и запракинеться. Так, ну, у нас норы, далее будут. Так, заезжаем сейчас на новый паркинг, на границе, это итальянская часть. Вентимигля, Вентимигля, это по которой мы все время ехали, ехали по этой, как его, по Генуи, и нам все время указывало направление, что мы должны идти по именно в этом направлении идти. Блядь, блядь, я, конечно, стормозил вот этот, остался. Жестко, блядь. Я тут на этом паркинге ни разу не был в таком плане. И очень бы, блядь, хотел бы, очень. Правее. Ре сервисио, видели? Ну, сейчас еще посмотрим, что тут за конюшня, скажем так. Ну, хотел бы тут до понедельника побыть, сорок пяточку открутить и потом прирулиться, блядь. Получается, мне он 240 километров. 240 километров остается до Марселя, до выгрузки, блядь. Ну, сейчас посчитаем, блядь, планы. Я посмотрю адрес выгрузки, блядь, потому что уже чувствую таких планов, блядь, на мне на... Напланировали, что, блядь, хуёво мне уже до этих адресов. Через 650 метров держитесь или через 70 метров съезд направо. Так, автопорта, грузовикам налево. Там легковые. Автопорта. Вы приходите в промежуточный пункт через 150 метров. Да подожди, а куда она меня, блядь, тянет? Надо было, блядь, правее взять, а я куда попиздил, блядь. Вот, мать-то, так, блядь. А ну, стой, если мы отсюда, блядь, круто нёмся, блядь. Ещё раз. Попытка не удалшаяся, блядь. Через 300 метров держитесь, про неё. Ну-ка, ещё раз. Ну? Поехали. Перепроложитель. Через 40 метров держитесь, поверь. Ну, автопорта, блядь. Ну, значит, Рома тут тоже, блядь, косячок, блядь. Несутся, блядь. Через 650 метров держитесь, затем поверните налево. А чего налево, если тут автопорта, блядь, надо было направо поворачивать? Держитесь, пройдите. Грузовикам налево. Блядь, или я, нахер, блядь, тупой? Наверное, вот сюда нам надо, блядь. Ну, да. Вот сюда и налево, точно, блядь. И левее. Вот. А получается, мы поехали по кругу, блядь. Вот это автопорту. И, блядь, коронные места, наверное, все занятые. Так, все, красотка, молчи, блядь. Я тут просто не знаю расстановку, каким образом тут, где хочешь, блядь. Или где тут лучше, например. Какие места, я хер его знаю. Я ж тут первый раз. Я вижу, что, например, вот эта машина тут, блядь, запаркинилась. Ну, давай мы попробуем, типа, тут запаркиниться. А я сейчас пешочком пройду, блядь, и посмотрю. Тут я понимаю, что и тут вот есть. Где стать? Мало ли, может, тут сейчас интернет хавает, блядь. А может, тут туалет близко, блядь. Не просто штатите. Крендель тут сербоэкспорта стал. Ну, хотя мне вот так, часто говоря, в проходе так не особо и нравится, блядь, стоять. Ну, в смысле, как? А тут не проход, как бы, а ну да, он... Давай сюда еще прижмемся ближе. Ну, я думаю, что вряд ли мы тут стоять будем, однозначно. Ну, схожу на разведку, проведаю, что почем. Так, ну, далее буду пешочком. Сейчас пройдемся. Паузу пока крутанем. Так, нарост, короче, местечко тут не совсем хорошее. Здесь я стал, пошел, рассмотрелся. Короче, паркинг здоровейнейший, конечно. Спору на эту. Ну, место нам надо поинтереснее взять. Я уже так приблизительно наметил, глянул, где туалет. Вода. Вот. И ближе к заборчику, вот, блядь. Вот тут где-то в районе вот этой Мерсика этого. Было бы прям идеально. Типа вот так. Сказочно, я бы сказал. Равнять мне еще, дай, прицеп по линии. Че не надо, блядь. Че боже вообще, пиздец. Вон, туалет получается, вода там есть. Ну, я так думаю, что, наверное, это лучшее место, что может быть на данном этапе. Я так думаю. Ну, это уже, Роме, делать нехуй, как бы, сантиметры ловить, блядь, по линии убирать. Машина, я же, блядь, вечно такой, блядь, прячусь нахер. Отсек, чтоб тут зеркала не побили, блядь, то есть еще что-нибудь. Стал бы вот так вот цепить. Ну, виду, он красивый, блядь. Согласитесь, блядь. Не, ну, блядь, впечатляет, честно говоря. Так, Рома, все, блядь, приехали. Стоим. Охуенно, блядь. Ну, сейчас посмотрим, до куда мы будем стоять. До какого дня. Так, 15.40. Постоим на молотках еще. Так, чуваки. Сегодня у нас пойдет сказ о том, как мы в Европе нищебродим. Вот вам вид на Европу. Это граница Италии, я с Италией иду, и Франции. Это паркинг, тут такой, 6 километров, это итальянская сторона, на Италии я стою. А то итальянский город, я не забыл, как он называется, тут хитро выебанное название, с первого раза не запомнишь. Это паркинг, это мой бегемот, но это вот мое, это бомж-ложе. Бомж-ложе. Значит, что у нас сегодня? Нам предстоит миска, я так вот с легенца поджарил. Вот. С овощами. Сейчас это чуть-чуть согребем. Сюда два яичка запустим. И будем... Можно сейчас еще соуса будет добавить. томатного, еще будет, я думаю, вкуснее. Ну, блядь, яйцо мягкое, пиздец, нахер. Не ожидал, где наш пакет с мусором. Второе, наверное, такое же, блядь, мягкое. Нет, это чуть-чуть твердее. По желтку видно. Это получше будет. Так. Вот так их поставим. Вот так, пакетик у нас с мусором тут, ветром, слегка поддувает. Так, оденашь. Салфетка. Салфетка. Сол. Ну, это, короче, у нас сегодня суббота. Я сюда в пятницу перерулился. Еду на Марсель. Кто, короче, в теме тут в курсе, я вон попиваю. Сегодня итальянский пивасик у нас. Такой, типа, нефильтрованный. Ну, такой, нормальный. И, кстати, хуйню, что-то стоит районе 60 центов, по-моему. Евроспан. Евроспин, где два коллеги идут через мост. Вот туда доходите, вот этого высокого дома. Направо, и метров, наверное, 500. И вот где-то в том районе, с левой стороны, магазин. Короче, я пешком метить где-то минут 12, там, 15 от силы. Чуть больше 10 минут пешком. Легкой походкой, легкой, не спеша. Нет у меня вот этой хуйни, которая заслоняет, чтобы, типа, этот, как его, ветер не уносил огонь. Ну, есть то, что есть. Вот так, смотрим. Сейчас еще все-таки добавим этого пасты. Вот такая хуйня у нас овощи. Замороженные. Ровно половина пакета пошла. Яйца, салатики. Это плавленные сырки еще украинские. О, пилка, кстати, вот такое же, только другой вид, наверное, еще не пробовал его. Так, и сейчас сюда плеснем пасты слегка. Мне нравится, когда оно так потушится, и в такой пасте, блядь, будет поприятнее будет. Вот. Ну, и все. Дело сделано. Ждемся. Ждемся. Раз. Ну, чтобы еще было понятно, вот вам паркинг. Вот видон. Коллеги, он валят тоже с магазина. С пакетами. Сам паркинг итальянский. Тут он, смотрите, какой видончик открывается. Потом приложу координаты место этого паркинга. Ну, это сегодня суббота у нас, 24 ноября. 16.00 время. Сейчас доготовим, потом покажу, что получилось. Так, ну что, чуваки. Как говорится, блюдо готово. Садитесь жрать. Вот у нас так оно выглядит. Может быть, не ресторанный вид. Ну, сегодня пошел в магазинчик. Я люблю такие хлебушки покупать, маленькие, свежие, блядь. Франция и Италия, блядь, рекомендую. Ну, не именно этот, но, блядь, подобное. Насколько у них охуенный хлеб, это просто не передать словами. То есть, вот, у меня, чтобы было понятно, иногда возникает, вот, как куплют этот батон, этот багет, так называемый, то, блядь, есть желание его просто, знаете, так вот, ну, есть багет вообще без нихуя. Вот, то есть, багет и кока-кола, блядь. Охуенная штука, блядь. Настолько вкусная, блядь. Ну, нет у нас такого хлеба, чтобы вот я в Украине сказал, что я могу есть хлеб, да я вообще не могу есть, блядь, после приезда с Европы, скажем так. Ммм. Ммм. Ммм, гу-гу-гу. Ну, нормально, мужики. Блядь, не скажу, что это ресторанное блюдо, точно не ресторанное. Но в этой атмосфере, атмосфера еще раз покажу, выглядит именно так. Ммм. Ммм. Именно вот так. То я вам скажу, что все-таки за счет на, блядь, вон там. Речушка, воздух. Это у нас сегодня суббота, а я вчера в пятницу в 16.00 тут запаркинился. Бегемот от своего. Ну и вот так вот стоим. Я и бегемот. В такой непривлекательной местности. Так, у нас, короче, чтобы было понятно, Роман Валерьевич тут 45-очку крутит. Во Францию не заехал. Официально, но с вытянутой картой, если кому-то интересно. То есть я все 45-ки обязательно вытягиваю карточку. Где бы ни стоял. Пиво, кстати, нормально. Я что-то так с опаской купил. Думаю, дешевая, блядь, думаю, не буду брать. Потом думаю, дай, блядь, хуй с ней, блядь. Возьму две бутылки. Две баночки. Блядь, нормально пиво, кстати. Абсолютно нормально. Так, ну еще раз, короче говоря, не все любят, что я тут ем и так далее. То есть я вам показываю, как это все выглядит. На каком фоне это все выглядит. И чтобы вы понимали, как дальнебойщики питаются. То есть это не ужин и обед, как мне один там, блядь, пишет, что завтрак, блядь, в ресторане, блядь, ужин, обед, блядь. И потом спа-салон, блядь, там с этим, с ванной, блядь, из шампанского и лепесткового рост, блядь. Чуваки, нахер, расслабьтесь, блядь. Вот это у меня, чтобы было понятно, это у меня обед, блядь. Вот так вот выглядит обед, блядь. Как видите, это явно не салон спа, блядь, сука. И это, и даже этот вид, это не есть ванна, блядь, с лепестками рост, блядь. Ну вот такие пироги, чуваки. Так, народ, вы меня как-то просили сделать видос по поводу того, как мы тут уикенды гуляем в этой Гиеропе. Вон, я арендовал вот такой себе байк, как видите. И это граница Италии и... Ну, это Италия. Граница Италии и Франции. Туда направо Франция уже будет, в сторону Монако. Монако, Канны, туда Марсель. А туда будет в сторону налево. Это в сторону Флоренции. Сарбонна. Вот. В эту сторону. Вот, взял сегодня у Румына вот такой велосипед, оставил свои неправа. Ну, короче, свое удостоверение. Вот. И сегодня у нас какое? 25 ноября 2018 года. И это вот... Это... Катаемся мы практически по набережной. Вот я взял свой фотоаппарат. Фотографируем. Понемногу. Ну, такие места, конечно, интересные. В плане вот этих вот постройщиков, они старинные. В таком плане. И это мы прямо сейчас на берег моря выйдем. Вот. И температура такая, как бы, ну... Приблизительно на данный момент где-то градусов, наверное, 17. 16. Вот так. На солнце даже вот я в легкой ветровочке. Если на солнце стоять, то жарко в ветровочке. Вот. И как бы так ветра практически нет. Блин, интересный мостик. Туда бы тоже хотел бы пройтись по этому мостику. Посмотреть. О. Что почем. Ну, вот так вот выглядит побережье. Я так понял, это речка впадает в море. Видите, люди приветливые, здороваются. Они кто-то пальцем не тычет, не орет. Чего вы там снимаете? Ну, честно говоря, немного мне что поражает. Все-таки вот Италия, ну, блядь, грязно. Грязно. Вот по набережной, посмотрите, сколько мусора. И это еще, это еще мало. Там вот дальше я был под мостом. Там вообще ужас. Это, и это на фоне вот такой красоты, чтобы было понятно вам. На фоне вот такой красотени. Вот, смотрите, какой апелечек стоит. Мобил. Какой пирс красивый. Сейчас, может, туда и съездим. А, там асфальта нету. Ну, ладно, сейчас проедем все по набережной, посмотрим, кто тут ходит. Опс. Чуть не задавил. Ресторанчики. Готельчики. Все, блин, фасад красивый. Вот это сейчас надо было отщелкнуть его. Обалденно. Гонщики такие же, блядь, чуть-чуть вид от знака, наверное, не получится отсюда. Давай вот так его. Щелкнем. Стоп. Народ, извиняюсь, сейчас чуть-чуть подвинется изображение вверх. Едем дальше. Можем на само море сейчас зайти сюда. Но я же тут первый раз, чтобы было понятно. Я тут первый раз сегодня. Давай сюда заедем ко мне по минимуму. Посмотрим на само море. Так, что тут под песочком мы по этому не ебнемся. Не, вообще пешочком пройтись. Пройдемся пешочком. Что-то тут негры молиться начали, видели, на коленях все сидят. О, блядь, какой видонок. Зацените, еханый бабай. Но согласитесь, что оно того стоит. Ой, сейчас свой лесопеду сфотографирую на фоне такого видона. Как вам видончик, а? Чуваки, зацените. Не, подожди, насчет вот этой горы, блядь. Негры как раз в кадр попадают, сучары. Так. Пойдете. Отлично. Так, ну что, пойдемте я вам покажу. Точнее, дам послушать шум моря. Дабы вы тоже насладились не меньше, чем и я. О, лесопеду сейчас кидаем. Галечка. Ну, пацаны тут вчерашние ходили со спаркнга. Говорили, что они якобы тут вчера плавали. Но я так посмотрел, что они, скорее всего, слегка под шофе были. Поэтому это их не испугало. Я сейчас потрогаю воду. Если сейчас вода не потрогает меня, блядь. Скорее всего, что будет второе быстрее, чем первое. Не, вода нормальная, блядь. Вода нормальная. В натуре нормальная. Ну, как нормальная, блядь. Где-то, может, градусов около 20, это точно есть. Но не плюс 10, это точно. По крайней мере, ногами можно ходить по морю свободно. Так, ну шо, народ. Сейчас я немного прекращу съемку, дабы уменьшить количество ненужных фрагментов. Сейчас разберусь с видом. Хочу чуть-чуть на фотоаппарат пофотографировать. Пофотографируйся, потом уже дальше еще прокатаемся. Там, может быть, по старинной части городка проедемся. Продолжение следует...